Примерно час назад в Кишиневе приземлился самолет с футболистами Сосъедада. В отличие от встречи Манчестера, на этот раз в аэропорту Кишинева, кроме пары журналистов в Реал Сосъедад, никто не встречал. У команды не так много болельщиков. Денис Мартыненко первым увидел, с кем завтра будет играть шериф. К шерифу прилетел известный футбольный клуб, и это уже как будто бы рядовое событие. После тех команд, которые уже были здесь, даже команды из испанского чемпионата не вызывают такой ажиотаж. Вы можете сравнить это с тем безумием, которое было, когда сюда прилетал Манчестер Юнайтед и Роналдо. Самолет только что приземлился, мы видим, как команды садятся в автобус. Интересно, что это тот же самый оранжевый автобус, которым возили Манчестер Юнайтед, в котором в прошлом году возили и Реал, и Интер, и Шахтер. До последнего не было понятно, каким именно маршрутом прилетит в Кишинев-Реал-Соседат. Рейс в Чартаны на сайте Кишиневского аэропорта этого рейса не было вообще. А на сайте отслеживания самолета Flightradar он появился только когда самолет уже взлетел в воздух. В городе Сан-Себастьян есть свой аэропорт, но он не международный. Оттуда рейсы летают только по Испании. И поэтому команда воспользовалась другим аэропортом в 100 километрах от Сан-Себастьяна в городе Витория-Гастейс. Здесь путешествие в Кишинев из Испании занимает примерно 4 часа. Реал-Соседат – это один из старейших клубов Испании. И один из ее реалов интересно, что прямо сейчас в высшей испанской футбольной лиге играет сразу 5 реалов. Понятно, что самое известное – это Реал-Мадрид. Есть еще Реал-Соседат, Реал-Бетис, Реал-Мальорка и Реал-Вальядолит. Реал – это как роял, переводится как королевский. А Соседат – это не название города, это слово с испанского переводится как «общество». То есть дословно название футбольного круга Реал-Соседат переводится что-то вроде как «королевское футбольное общество». Это, грубо говоря, наше «Динамо». Есть еще Реал-Соседат волейбольный и Реал-Соседат баскетбольный. Самый известный, пожалуй, футболист, который сегодня прилетел в Кишинев – это Давид Сильва. Он чемпион мира в составе сборной Испании и дважды чемпион Европы. Он третий чемпион мира, с которым сыграет шериф в футбол. Первым был в составе Фенербахче Роберто Карлос. Вторым в прошлом году Тони Кросс. Он чемпион мира в сборной Германии. И вот Давид Сильва. Ему сейчас 36 лет и понятно, что его карьера уже близится к завершению. Но вот у него такой интересный послужной список. Хочется сказать еще про город, откуда эта команда Реал-Соседат. Это довольно дорогой испанский курорт, называется Сан-Себастьян. И большинство людей, вероятно, видели его окрестности, потому что там снималась «Игра престолов». Знаменитый драконий камень и практически все морские сцены снимались в окрестностях города Сан-Себастьян. И вообще это не такая уж и Испания. Это страна басков, которая вроде как больше сама по себе. Такая автономия в составе Испании. Там свои законы, свой уникальный язык, на кого не похожий. И свой народ баски, который вроде как и не испанцы, а больше похожий на предков древних грузин. Так что вот такая вот Лига Европы. Команда из непризнанного Приднестровья против команды из непризнанной страны басков. Денис Мартыненко, Александр Зелинский, ДСВ.